Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. Я наконец-то это сделала, я наконец-то ее довязала. Я очень долго с ней мучилась, вывязывала, перевязывала и наконец-то мне понравилась форма. Вот такую сумочку мы с вами сегодня свяжем. Вяжется она очень-очень просто, форму держит идеально благодаря подкладу, который мы тоже с вами сделаем. Я обязательно покажу вам, как его делать, из чего его делать. И вот такая вот прелесть у вас по итогу должна получиться. Давайте я вам покажу, что у нас внутри. Внутри она выглядит вот так. Подклад я сделала без кармана, но при желании можете добавить и карман. Ремешок, опять же, может быть любым. Это может быть вот такой вот широкий ремешок, может быть любой кожаный ремешок, может быть тонкий ремешок, может быть вообще цепочка. Из материалов нам понадобится мото Крафи Испи. Вот такая вот Крафия. Здесь идет 250 метров в мотке. Если кто-то будет использовать другую рафию, имейте в виду 250 метров. Количество мотков уже будет зависеть от метража вашей рафии. Дальше. Крючок я использовала номер 3. В такой момент вязать мы будем ее достаточно туго, чтобы у нас не было никаких просветов. Поэтому чем меньше крючок, тем лучше. Еще нам понадобится фетр, собственно, из которого я и решила сделать сам подклад. Перебрала много разных вариантов подкладов. Я вырезала подклады из конвы, примеряла. Я делала подклады из кожкартона. Ну, в общем, мне ничего не понравилось, как это выглядит. Игла с широким ушком для того, чтобы соединять, сшивать наши детали. Тут я еще обязательно расскажу, как просчитать точное количество рядов. Если вы будете вязать сумку немного другого размера, то есть больше, либо меньше. В общем, все это дело я вам покажу и расскажу, как просчитать нужное количество рядов именно для вашей вот этой вот детали. Обязательно нитки с иголкой, чтобы соединить наш подклад и пришить его к нашей сумке. Нитки выбираем под цвет рафии обязательно, чтобы у вас при пришивании вот здесь не было видно никаких швов. Обратите внимание, швов не видно. Также из фурнитуры нам понадобятся два полукольца, на которые мы, собственно, наденем наш ремешок. Ремешок и молния. Вот и все. В принципе, здесь больше ничего не нужно. Брелочек по желанию. У меня на референсе был вязанный такой кошелечек, так скажем, но я не стала заморачиваться. У меня, в принципе, и так очень много всяких разных, и я могу их менять и туда, и сюда. И всегда, если захочу, то я могу этот брелочек связать. Вяжется он очень просто, точно так же, как и все детали сумки, поэтому с этим вы разберетесь без проблем. Еще, если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если у вас что-то не получается и невозможно разобраться без фотографии или видео, пишите мне в телеграм. Ссылка обязательно будет в описании. Ну, а на этом я закончу свою пробесторию, и давайте перейдем к вязанию этой сумочки. Начнем мы с вами вязание, как всегда, с цепочки из воздушных петель. Для этого хвостик рабочей нити мы подкладываем под рабочую нить, придерживаем пальчиками, вставляем крючок в образовавшуюся петлю и подтягиваем, но не сильно. Эта петелька нам еще понадобится. Здесь тоже подтянем. И теперь первая петля уже есть, вторая, третья, четвертая. И таким образом нам нужно набрать с вами 45 воздушных петель. После того, как набрали цепочку из воздушных петель, переходим к вязанию первого ряда. Во вторую петлю от крючка заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку и провязываем первый столбик. Столбики стараемся вязать потуже, но не так, чтобы прям очень сильно затягивать, где их вообще не будет видно. Итак, второй столбик, следующая петля. Третий столбик, следующая петля. Четвертый столбик и так далее. То есть в каждую петлю мы вяжем по столбику. К концу ряда первого у вас должно получиться 44 столбика. Вот такой вот первый ряд у вас должен будет получиться. Далее делаем воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание всегда в эту сторону. Придерживаем пальчиками. И начинаем вязание в первую вершину. Вязать мы с вами будем только за вершины. И в последующих трех рядах мы с вами сделаем прибавки. В каждом ряду мы с вами сделаем по две прибавки. То есть первая прибавка у нас будет в начале ряда. То есть мы заводим крючок под первую вершину и вывязываем первый столбик. Заводим крючок сюда же и вывязываем второй столбик. Вот так это будет выглядеть. Дальше до конца ряда мы провязываем с вами 42 столбика. И вот сюда за последнюю вершину мы с вами провязываем вторую прибавку. То есть точно так же из одной вершины два столбика. Таким образом мы провязываем с вами три ряда с прибавками. Где у нас будет в начале ряда одна прибавка и в конце. То есть сейчас во втором ряду у нас между прибавками с вами будет 42 столбика. В третьем ряду между прибавками у вас будет 44 столбика. В общей сложности по окончании четвертого ряда у вас должно получиться 50 столбиков. Эти прибавки мы делаем для того, чтобы закруглить нижние углы. Если вы хотите нижние углы прямыми, то тогда никаких прибавок не делаете. И в начале вы набираете не 45 воздушных петель, а 51. И сразу вяжете по 50 столбиков. 48 и последний столбик. Вот она последняя вершина. 49 и 50. Итак, 4 ряда провязаны. Вот такие вот углы у нас с вами получились закругленные. Потом после обвязки они у нас закруглятся еще больше. И теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать уже по 50 столбиков в каждом ряду, без изменений. Самую первую петлю по одному столбику в каждую вершину. И таким образом мы с вами продолжаем вязать до 24 ряда, без изменений, по 50 столбиков в каждом ряду. 25 по 35 ряд мы будем вывязывать вот эти закругления. В принципе, схема несложная. Сейчас я вам объясню, как это делать. И давайте по размерам. Ширину у меня получается 25 сантиметров. И в высоту 24 ряда у меня получилось 14 сантиметров. Плюс-минус пол сантиметра это допустимая погрешность. Главное, чтобы при вязании второй детали у вас она получилась точно такого же размера, как и предыдущая. Теперь смотрите, как мы будем вывязывать эти закругления. Вот я провязала 15 столбиков. Дальше я делаю убавку из двух столбиков. Завожу крючок в следующую вершину, вытягивая одну петлю. Завожу крючок в следующую вершину и вытягиваю вторую петлю. У меня теперь 3 петли на крючке и я провязываю их вместе. Вот так. Делаю воздушную петлю подъема. Разворачиваю вязание всегда в одну сторону. И теперь смотрите. Первую петлю, первую вершину, вот она, я ее пропускаю. И продолжаю вязать со второй вершины. То есть завожу крючок во вторую вершину. 26 ряд у нас начинается с убавки. То есть я вытянула одну петлю. Далее в следующую вершину завожу крючок, вытягиваю вторую петлю. 3 петли на крючке, я провязываю их вместе. Дальше у меня должно остаться 13 столбиков. Давайте вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И последний тринадцатый в последнюю вершину. Вот так. Далее делаем воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать 27 ряд. Он у нас будет состоять из 11 столбиков. И в конце мы провяжем с вами убавку из трех столбиков вместе. Давайте считаем. Раз и 11. Обратите внимание, у нас осталось три вершины. Раз, два. И вот она третья. Ее не видно из-за петли подъема. Она у нас немножко в другую сторону смотрит. Теперь вот эти три вершины мы провязываем три столбика с одной вершиной. Раз, вытянули петлю. Два, вытянули петлю. И три. Теперь у нас четыре петли на крючке. Мы провязываем их вместе. Делаем воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание. И продолжаем вязать 28 ряд. Во вторую петлю от крючка, то есть все ряды, которые у нас идут в эту сторону, да, мы начинаем вязать со второй петли от крючка. То есть первую вот эту вот вершину мы пропускаем и вяжем именно вот сюда. И всегда этот ряд у нас начинается с убавки из двух столбиков. Первая петля и вторая. Провязываем их вместе. Дальше у нас количество столбиков вот здесь по прямой без изменений всегда будет уменьшаться с каждым рядом на два. То есть если у нас в 27 ряду их было 11, то сейчас у нас их остается девять. Восемь и последний девятый столбик. Воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. Теперь здесь немножко стянуто, не переживайте, после того как отпарим все выпрямится. Теперь двадцать девятый ряд и все ряды, которые у нас вяжутся в эту сторону, будут идти с убавками в конце ряда из трех столбиков. То есть сейчас у нас на два столбика меньше должно быть. То есть провязываем семь столбиков, а в конце делаем убавку из трех столбиков. Дальше тридцатый ряд мы разворачиваемся. Здесь у нас ряд всегда начинается во вторую петлю от крючка и убавка. Дальше мы провязываем пять столбиков, разворачиваем вязание. У нас здесь должно получиться три столбика, убавка из трех и воздушная петля подъема. С этим, думаю, вы справитесь самостоятельно и я начну показывать вам уже с тридцать второго ряда. Тридцать второй ряд у нас вяжется немножко по-другому. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и уже с тридцать второго ряда мы продолжаем вязать не во вторую петлю от крючка, а в первую. То есть задействуем каждую вершину. Вот она идет, первая петля. Заводим крючок и провязываем убавку из двух столбиков. Вытянули, провязали. Дальше у нас остается две вершины. Вот так вот их очень хорошо видно. Мы провязываем два столбика. Первый и в следующую вершину второй столбик. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и тридцать третий ряд мы провязываем один столбик. И из оставшихся двух вершин, вот они, мы провязываем убавку из двух столбиков. Два. Вот так. У нас осталось с вами две вершины. И теперь тридцать четвертый и тридцать пятый ряд мы провязываем просто по два столбика. Раз. И два. В каждую вершину. Петля подъема. Раз. И следующая петля. Два. Вот что у нас с вами должно получиться. Вот такое вот закругление. Теперь закрепляем и обрезаем нить. Подтянем, чтобы ничего не распустилось. И начинаем вязать следующее закругление. Начинаем вязать с середины, то есть с 25 ряда. Нам нужно отсчитать от вот этой вот следующей петли. То есть от вот этой убавки мы берем следующую вершину и отсчитываем с нее 17 столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. И в семнадцатую мы вставляем крючок. Если мы посчитаем оставшиеся вершины, у нас должно остаться 15 столбиков и убавка. Считаем с краю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. И вот они две. Это наша убавка. Вытягиваем петлю. Хвостик спрячем в вязании. Провязываем вспомогательную петлю. И теперь заводим крючок в эту же вершину. Захватываем нить. Раз. И в следующую вершину захватываем нить. Два. Две петли. Провязываем убавку. Точно так же, как и с этой стороны, только уже в обратную сторону. Теперь до конца ряда у нас должно остаться с вами 15 столбиков. Раз. И 15. Воздушная петля подъема. Двадцать шестой ряд. Мы провязываем 13 столбиков и делаем убавку 12 и 13. Здесь у нас идет вспомогательная вершина, которую мы с вами провязали в самом начале. И провязываем теперь убавку из трех столбиков. Первая петля, вторая и третья из вспомогательной вершины. Провязываем три петли вместе. Воздушная петля подъема. Разворачиваем вязание. Дальше 27 ряд, как и все последующие ряды, у нас будет начинаться одинаково. То есть во вторую петлю от крючка. Первую мы пропускаем. Заводим крючок во вторую. Вытягиваем первую петлю. И вторую. То есть убавка из двух столбиков. И дальше по прямой количество столбиков всегда будет уменьшаться на два. То есть сейчас у нас 11. Потом у нас будет в этом ряду 7. И так далее. А все четные ряды у нас будут начинаться с обычных столбиков. И в конце ряда мы с вами будем провязывать убавку из трех столбиков. То есть точно так же, как и с этой стороны, только в зеркальном отражении. Итак, я провязала 31 ряд. У меня идет во вторую петлю убавка из двух столбиков и три столбика. Дальше я делаю воздушную петлю подъема. Разворачиваю вязание. И 32 ряд у нас провязывается так. Два столбика. И убавка из двух столбиков. Раз. Два. Дальше воздушная петля подъема. Разворачиваем вязание. И в первую петлю мы начинаем вязать убавка из двух столбиков. И последняя вершина у нас идет один столбик. Теперь у нас осталось с вами две вершины. Мы делаем воздушную петлю подъема. И 34 и 35 ряд мы провязываем по два столбика. Раз. Два. Воздушная петля. Развернули вязание. И снова раз. И два. Вот что у нас с вами должно получиться. Теперь нашу деталь нам нужно хорошенько отпарить. И связать вторую точно такую же. Теперь нам нужно соединить вот эти детали нашей сумки. Вот с этой стороны и с этой стороны. Обязательно разворачиваем наши детали лицевой стороной к себе, к верху. То есть лицевая сторона это та, где верхний ряд у нас идет изнаночный. Потому что при обвязке мы будем обвязывать лицевыми столбиками, чтобы у нас вот здесь все продолжилось красиво. Итак. Здесь можно либо сшить их между собой, либо соединить соединительными столбиками. Здесь уже решать только вам. Можно сделать соединительными столбиками. То есть за заднюю стеночку петли здесь и с этой стороны точно так же за заднюю стеночку мы заводим крючок и захватываем наш хвостик, который у нас остался. Вытягиваем. Сделали петлю, не провязывая ее. Продолжаем. Дальше заводим крючок за заднюю стеночку следующей нашей петли. С этой стороны и с этой стороны. Захватываем нить и вытягиваем еще одну петлю. Вот так. Теперь вот эту петлю мы протягиваем через предыдущую петлю. Дальше мы нить закрепляем. То есть вот он наш хвостик. Мы захватываем петлю и протягиваем через предыдущую. С этой стороны мы это все хорошенько подтягиваем. И вот что у нас получилось. Мы соединили две наши половинки с одной стороны. То же самое повторяем с другой стороны. Точно так же можно дополнительно закрепить это все еще раз иглой. То есть по изнаночной стороне вставляем иглу и прошиваем вот здесь за перемычки. Вот они. Их очень хорошо видно. Вот они идут эти перемычки от столбиков. Вот за них мы с вами можем еще раз пройтись иглой. Это в принципе не обязательно, потому что наше полотно и так будет обвязываться. И с помощью обвязки тоже будет хорошо держаться. Итак, после того, как мы соединили обе половинки с одной и с другой стороны, нам необходимо сделать обвязку для того, чтобы посчитать какой длины и на сколько столбиков нам делать третью деталь нашу, которая будет состоять из стенок и дна сумки. То есть это будет одна большая деталь. Итак, начинать обвязку можно с любой стороны. Я лучше это сделаю вот здесь, вот в серединке. То есть смотрите, я ввожу крючок вот в эти воздушные петли, которые мы с вами сделали во время соединения. Но с изнаночной стороны я захватываю также задние стенки своих петель. То есть делаю дополнительный закреп. Здесь немножко это плохо будет видно, будьте аккуратны. Вот таким вот образом я вставляю свой крючок, то есть захватываю обе стенки задние. Беру рафию и вытягиваю первую петельку. Тоже осторожно, чтобы не порвать. Дальше хвостик естественно мы прячем, провязываем первый столбик, подтягиваем ниточку. На каждый ряд у нас должен идти один столбик. То есть у нас высоту здесь 35 рядов. Значит мы должны провязать до поворота 35 столбиков. Смотрите, вот у нас первый ряд. Я завожу крючок прямо в середину столбика. Но не за одну стенку, а за две. То есть вот так это у вас должно будет выглядеть со всех сторон. Захватываю нить, вытягиваю и провязываю следующий столбик. Дальше вот идет следующий ряд. Вот он. Ровно в середину крайнего столбика я вставляю крючок за обе стенки своего столбика. Вот так. Обратите внимание, как это должно выглядеть сбоку. Дальше придерживаю свой хвостик. Вытягиваю нить. И провязываю следующий столбик. Далее вот идет следующий ряд. Я завожу крючок в середину столбика. И вытягиваю следующий столбик. Вот так. Далее вот идет следующий ряд. Завожу крючок ровно по середине. Обратите внимание, как это смотрится. С краю. Середину с этой стороны и с этой стороны. Далее вот у нас идет следующий ряд. Завожу крючок ровно по середине столбика. Захватываю заднюю стеночку тоже. Обратите внимание, придерживаю хвостик. Захватываю нить. Вытягиваю следующий столбик обвязки. Дальше следующий ряд. Вот он крайний столбик. Ровно в середину этого крайнего столбика завожу крючок. Вытягиваю. И следующий столбик. Вот так красиво у нас с вами получается обвязка. И таким образом мы довязываем с вами до конца. Итак, я дошла до поворота. Провязала свой самый последний столбик в самый первый ряд. Теперь мне нужно сделать поворот. Он должен быть плавным. Поэтому я завожу крючок вот сюда. В самую первую воздушную петлю, которая смотрит на меня. А дальше я буду делать обвязку в середину каждого столбика. То есть завожу крючок ровно в середину столбиков первого ряда. То есть, смотрите, прокалываю как бы насквозь в раскол середину. Что с лицевой, что с изнаночной стороны. И обратите внимание, какой аккуратный у нас поворот с вами получится. Дальше. Следующий столбик. В середину этого столбика я завожу крючок. Обязательно проверяю, чтобы выйти ровно посередине с обоих сторон. Вот видите, я вышла с краю. А мне нужно прям посередине. Поэтому я меняю положение крючка. И вот теперь мой крючок вышел ровно посередине. Захватываю нить. И вытягиваю следующий столбик. Далее снова завожу крючок в середину следующего столбика. Проверяю себя. И провязываю следующий столбик. Таким образом я провязываю по каждому столбику своего дна. И дальше делаю поворот точно так же, как и с этой стороны. И продолжаю обвязку вот здесь, в каждый ряд по одному столбику. Здесь я делаю один столбик вот сюда, вот в эту последнюю петельку с краю, петельку соединения. И дальше продолжаю обвязку с этой стороны точно так же, как и с этой стороны. Как мы с вами провязали все по кругу, сделали полную обвязку, провязали здесь последний столбик. Обрезаем нить и вытягиваем хвостик нашей нити. Вот так. Вот у нас идет наш первый столбик. Он немножко наклонился. Сейчас он выпрямится. Нам нужно закрыть ряд красиво. То есть вот идет первый столбик и вот первая вершина. Мы заводим крючок с изнаночной стороны под эту вершину. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его на изнаночную сторону. Хорошенько это все дело подтягиваем. Обратите внимание, наш первый столбик выпрямился. И теперь разворачиваем вязание наше. Вот он, самый последний столбик. Это тот, откуда выходит наш хвостик. Заводим крючок под перемычку. Вот они, видите, у каждого столбика они есть. Под перемычку и выходим в середине вершины. Той, откуда мы вытащили наш хвостик. Захватываем этот хвостик. И вытягиваем его вниз. Вот так. Теперь у нас сформировалась полноценная вершина. Все смотрится красиво и аккуратно. А хвостик мы с вами прячем за задней стенке наших столбиков. Вот таким вот простым движением, очень аккуратно, чтобы не порвать нашу рафию. Захватываем хвостик и утягиваем его под эти столбики. Обратите внимание, у нас все спряталось. Теперь таким образом мы прячем наш хвостик до конца. Очень важная деталь, чтобы вот здесь от центрального столбика, вот они, их видно. Видите, это наше соединение. Вот он центральный столбик, чтобы в эту сторону и в эту сторону у нас получилось одинаковое количество столбиков. Точно так же до центрального столбика здесь. Вот она, видите, эта полосочка. И вот он последний наш центральный столбик. Теперь переходим к обвязке внутренней части. начать можно где угодно то есть вот здесь с краю вот здесь вот здесь вот здесь где вам больше удобно где вам больше нравится там и начинаем я начну вот здесь где-нибудь серединке завожу крючок под вершину захватываю нить вытягиваю хвостик первого ряда и провязываю первый столбик дальше я продолжаю вязать столбики без накида моей обвязки и после того как я провяжу все по кругу заканчиваю точно так же то есть первую вершину моего ряда вот он идет первый столбик и вот она это первая вершина то есть за нее мы будем с вами цеплять наш хвостик как я и сказала ранее здесь количество столбиков может не совпадать так как нам привязывать никакие другие детали в этой стороне не нужно единственное что вы должны следить за плотностью вязания чтобы у вас вот эти столбики не отличались от вот этих столбиков я довязала до конца у меня получилась вот такая вот красивая деталь обвязала внутреннюю часть вот эти вот уголочки которые пока еще видно я спрячу во время отпаривания то есть где-то приму где-то подтяну и все это у меня сгладится теперь нам нужно с вами связать вот эту вот деталь которая будет нашим дном и стенками сумки это будет одна сплошная деталь которому потом точно также по кругу обвяжем и пришьем вяжется она очень просто точно так же как мы вязали с вами эти половинки для начала формируем воздушную петлю 1 и теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель 2 3 4 и 5 во вторую петлю от крючка мы начинаем провязывать столбики 1 далее 2 далее 3 и в последнюю петлю 4 столбик вот что у вас должно будет получиться теперь точно так же мы делаем воздушную петлю подъема не забываем следить за плотностью вязания чтобы у нас столбики получились такого же размера разворачиваем вязание и как и в вязании половинок делаем прибавки в начале и в конце ряда второй ряд у нас две прибавки в начале ряда первую вершину дальше 2 столбика 1 и 2 и прибавка конце ряда 1 2 и так второй ряд у нас будет состоять из прибавки в начале ряда 2 столбика между прибавками и прибавка в конце ряда по итогу у нас должно с вами получиться 6 столбиков воздушная петля подъема продолжаем вязать третий ряд начинаем ряд с прибавки 1 и сюда же 2 дальше у нас уже идет между прибавками 4 столбика 1 2 3 последнюю вершину мы провязываем прибавку 1 и сюда же 2 по итогу у нас с вами должно получиться 8 столбиков воздушная петля подъема и четвертый ряд мы снова делаем прибавки 1 и сюда же 2 прибавка в начале ряда между прибавками у нас с вами уже 6 столбиков 2 3 4 5 и 6 и в последнюю вершину мы провязываем последнюю прибавку 1 и сюда же 2 вот что у нас получилось теперь у нас в этом ряду 10 столбиков мы делаем петлю подъема разворачиваем вязание и продолжаем вязать 5 и все последующие ряды без изменений то есть по 10 столбиков в каждом ряду и 10 вот что у нас с вами должно будет получиться то есть вот такое вот закругление и так как же рассчитать нужное количество рядов которые нам нужно связать я вам не зря говорила чтобы вы считали вот здесь количество столбиков чтобы у вас получилось одинаковое после того как я обвязала свою деталь я посчитала то есть от серединки в эту сторону до серединки у меня получилось 115 столбиков то же самое от серединки до серединки у меня получилось в эту сторону то есть также 115 столбиков плюс эти два центральных столбика и того в общей сложности у меня получилось по кругу 232 столбика теперь давайте будем считать сейчас у меня 115 столбиков с одной стороны 2 столбика по краям и 115 столбиков с другой стороны в общей сложности это 232 столбика по кругу теперь смотрите во время обвязки мы с вами будем обвязывать так то есть немножко по-другому нежели эти две детали мы вот здесь будем вязать по краям на каждый ряд один столбик и когда мы дойдем до вот этого крайнего самого ряда то есть первого и последнего мы будем обвязывать так то есть вот он идет наш самый первый столбик мы в него будем вязать три столбика поворотных дальше вот у нас есть два центральных столбика их мы с вами соединим то есть делаем убавку из 1 из двух столбиков сделаем один дальше вот здесь последний четвертый столбик мы с вами провяжем три столбика поворота таким образом у нас на этот первый ряд и последний получится 7 столбиков обвязки пишем 7 столбиков и с этой стороны когда мы с вами до вяжем полностью деталь нас конце будет точно так же мы будем делать убавки и также останется 4 столбика которые мы с вами обвяжем точно так же то есть пишем плюс 7 равно 14 столбиков на вот эту вот часть обвязки значит 232 столбика минус 14 равно 218 столбиков то есть не считая вот этот первый и последний ряд по кругу с этой и с этой стороны у вас должно получиться еще 218 столбиков так как у нас две стороны мы 218 делим на 2 получаем 109 столбиков с одной стороны 109 столбиков и с другой стороны 109 столбиков таким образом у нас получилось с вами 109 рядов но так как вот эти два ряда первый и последний мы с вами уже посчитали вот в этих семи столбиков то есть здесь один ряд и здесь один ряд 109 плюс 2 равно 111 рядов вот эту цифру мы с вами будем вязать то есть сейчас мы с вами провязали 5 рядов соответственно с 5 по 107 ряд мы вяжем по 10 столбиков вот так и потом со 108 мы будем начинать делать убавки чтобы у нас получилось такое же закругление и в конце нашей детали вот такая деталь у нас с вами должна будет получиться я провязала еще 103 ряда по 10 столбиков в общей сложности сейчас у меня 107 рядов и теперь мне нужно связать вот такую вот деталь в конце то есть сейчас мы с вами будем делать убавки делаем воздушную петлю подъема разворачиваем вязание и вяжем 108 ряд здесь у нас идет в начале ряда убавка 6 столбиков и в конце ряда убавка мы заводим крючок под первую вершину далее вот вторую вытянули две петли плюс 1 у нас была на крючке и провязываем их вместе то есть у нас получилось два столбика с одной вершиной дальше провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 осталось последние две вершины делаем убавку под первую вершину и под вторую 3 петли на крючке провязываем одной петлей воздушная петля подъема разворачиваем вязание и точно также у нас одна убавка в начале ряда дальше 4 столбика и убавка в конце ряда заводим крючок под первую вершину вытягиваем 1 под вторую вершину 2 все три провязываем вместе дальше 4 столбика и предпоследний получается 110 ряд мы делаем снова убавка раз-два дальше провязываем 2 столбика раз-два и из последних двух вершин мы провязываем 1 столбик то есть делаем убавку теперь у нас осталось 4 вершины делаем воздушную петлю подъема и просто провязываем 4 столбика как в самом первом ряду два три 4 вот что у нас получилось давайте я сейчас закончу вязание обрежу нить чтобы было проще показывать и начну с самого первого ряда сейчас можно деталь отпарить можно сначала обвязать и потом отпарить здесь уже все только на ваше усмотрение и так смотрим чтобы деталь у нас была не перекручена мы начали с лицевого ряда и закончили лицевым рядом здесь мы точно также по низу обвязывали лицевой ряд значит мы начинаем обвязку вот с этой стороны то есть лицевой ряд у нас должен быть сверху начну давайте вот где-нибудь здесь в начале точно так же у нас идет с вами один столбик на один ряд первый столбик далее следующий ряд второй столбик следующий ряд точно так же как я вам показывала с обвязкой наших половинок следующий ряд дальше еще один дальше следующий у нас потихоньку деталь скругляется дальше следующий столбик параллельно прячем наш хвостик и вот мы дошли до первого ряда и как я и говорила здесь у нас с вами по при обвязке первого ряда должно получиться 7 столбиков и так заводим крючок в середину первого столбика и из него вывязываем 3 то есть 1 сюда же 2 и сюда же 3 вот такой вот поворот у нас с вами получился дальше дальше из центральных двух столбиков мы должны с вами сделать убавку то есть провязать один столбик с общей вершиной заводим крючок ровно посередине вытягиваем первую петлю дальше следующий столбик также проверяем выходим ровно посередине захватываем нить осторожно 2 петли и третье все три провязываем вместе вот что у нас с вами получилось это будет центральная петля которая будет привязываться к центральной петли с этой стороны дальше у нас остался последний столбик этого ряда мы заводим крючок в него также посередине и вывязываем из него три столбика раз сюда же заводим крючок вывязываем 2 и из него же вывязываем осторожно 3 вот мы с вами сделали такой небольшой поворот вот эти вот части у нас сгладятся при отпаривании дальше продолжаем вязать точно так же как и противоположную сторону то есть на один ряд один столбик ну вот вот такие вот две детали у меня получились вот так они будут соединяться ну и теперь прежде чем соединять детали нам нужно вырезать наш подклад подклад я буду делать из фетра что мы делаем раскладываем фетр раскладываем детали вот так обводим их карандашом ручкой как угодно чем вам больше нравится и вот что у нас получается дальше нам нужно сделать две абсолютно одинаковые идентичные детали из фетра так теперь прежде чем сшивать нам нужно вырезать точно такие же детали из ткани но уже немного больше размером то есть примерно вот идет наша ткань мы укладываем детали вот так и где-то на полтора сантиметра больше вырезаем потом мы это все подогнем и приклеим вот я вырезала ткань по размеру прилепила здесь концы специальным клеем для ткани то же самое сделала с этой половинкой и вот что у меня получилось то есть вот так это будет выглядеть внутри теперь мне нужно вот так решить мои детали друг другу и пришить молнию молнию я буду пришивать по краю вот так то есть снаружи таким образом у меня вот здесь молния внутри окажется так скажем спрятанная вот таким вот образом я по кругу пришью свою молнию после этого мы с вами соединим нашу сумку ну что я соединила свои детали подклада вот что у меня получилось вот так это выглядит внутри у нас тоже все аккуратненько красивенько вот такой вот подклад получается после мы с вами соединим наши детали и останется еще пришить нашу молнию молния здесь пришивается тоже очень просто как и любой другой подклад за вот эти вот вершины это я вам тоже покажу а сейчас нам нужно начать соединять наши детали вот на эти детали кстати я пришила полукольца чтобы можно было надеть ремешок и теперь давайте соединять пока подклад нам не нужен его можно убрать сторону для начала нам нужно пришить наши детали до этого момента то есть мы вот здесь оставим отверстие в которое потом впоследствии засунем наш подклад пришивать очень очень просто будем за вот эти вот вершины наши и для начала нам нужно закрепить нить берем разворачиваем нашу деталь на изнаночную сторону и вот так вот за задние стеночки мы заводим иглу и параллельно так сказать прячем нашу нить вот так аккуратненько полностью и не вытяните дальше можно через один то есть вот отсюда мы вышли один пропустили и возвращаем обратно чтобы закрепить так сказать окончательно чтобы у нас ничего нигде не вылезло вот так теперь смотрите начнем с центра вот он наш центр помните да мы делали здесь убавку вот она самая центральная вершина то же самое у нас здесь есть вот она эта косичка соединения и вот это центральная вершина и так нам нужно выйти вот центральная вершина соседнюю вот так вытянули петлю и теперь заводим иглу в эту самую центральную вершину осторожненько подтягиваем и с этой стороны вот она идет наша косичка соединения вот идет центральная вершина и заводим снизу вверх вот так иглу от центральную вершину вот так выглядит сейчас наше соединение пока это все дело болтается ничего страшного и так теперь смотрите вот откуда мы вышли заводим иглу в соседнюю вершину с этой стороны и с этой стороны вот так они друг напротив друга и вытягиваем нить хорошенечко подтягиваем дальше заводим иглу снизу вверх соседняя вершина здесь и здесь вот так и вытягиваем то есть ничего сложного вот таким вот образом мы с вами будем пришивать наши половинки друг другу обратите внимание соседние вершины следующие вершины подтянула дальше следующая вершина тут и тут подтянула обратите внимание как аккуратно у нас все соединяется и не видно никаких просветов и так следующая вершина тут и тут не переживаем вершин хватит если вы связали все правильно рассчитали каждую вершину точно так же как и я у вас должно получиться одинаковое количество вершин по этой детали и по этой детали и тогда у вас все будет ровно и каждая вершина сойдется друг напротив друга и так я прошила свои детали у меня остался вот такой вот промежуток вот такое отверстие и теперь сюда я должна вставить свой подклад делаем это максимально аккуратно чтобы ничего не растянуть вот так и вот так теперь наша сумочка держит форму и осталось зашить оставшийся промежуток и так после того как мы дошили соединили наши части также прячем нашу нить в наши столбики и обрезаем ее так теперь у нас ничего не видно и вот такая сумочка получается которая хорошо так держит форму теперь нам нужно пришить молнию к самой сумке это делается очень просто нитки напомню выбираем всегда под цвет рафии заводим углу снизу вверх где-нибудь внутри подклада и и вытягиваем засовываем наш подклад под сумку и выводим иглу вот тут смотрите под вершину то есть точно так же как мы пришивали с вами наши детали за вершины мы пришиваем молнию к сумке дальше в соседнюю вершину вставляем иглу параллельно прокалываем подклад и дальше снизу вверх мы прокалываем подклад и иглу выводим в соседнюю вершину дальше вот обратите внимание откуда у нас выходит нить ее видно в соседнюю вершину я завожу иглу и прокалываю молнию свою подтянула обратите внимание молния пришивается но швов не видно вот таким вот простым способом мы с вами должны пришить нашу молнию обратите внимание теперь у нас здесь все хорошо держится ну вот и все я пришила молнию теперь моя сумка выглядит вот так вот такая прелесть получилось форму держит идеально мне все нравится единственное не стала делать этот маленький брелок виде кармашка но здесь в принципе его можно сделать очень легко очень просто мы просто вяжем два прямоугольника точно так же рассчитываем и вывязываем бока с дном то есть точно так же как и сумку соединяем пришиваем молнию и получается у нас вот такой вот кармашек я его делать не стала мне он в принципе пока не нужен так как у меня есть много других всяких брелков в общем это может быть вот такой вот сердечко из кожи или я наверное все таки буду использовать вот такой вот кармашек заказывала его на алиэкспресс в общем все что нужно помещается и по цвету фурнитуры он мне как раз подходит или может быть закажу себе более светлый вариант там были еще бежевый но мне кажется такой контраст тоже очень хорошо смотрится и так нам осталось надеть ремешок ремешок я выбрала широкий вот не знаю хочу широкий можно использовать любой другой ремешок можно использовать цепочку в общем все на что хватит вам вашей фантазии брелочек можно одеть сюда можно надеть сюда где вам больше нравится там и носим вот такая вот сумка у нас с вами получилось если у вас остались какие-либо вопросы обязательно пишите в комментариях помогу подскажу все вопросы с фотографиями можете отправлять мне в телеграм-канал ссылка есть в описании под роликом ну а на этом я закончу до новых встреч и пока пока